И в продолжении темы здравоохранения. Онлайн-встреча для учащихся медицинского класса 4-й школы с ректором, деканами и преподавателями Северного медицинского университета прошла накануне. Кроме того, школьники имели возможность задать вопросы министру здравоохранения Архангельской области Антону Карпунову и специалистам областного министерства образования. Подробности далее. В конференц-зале 4-й школы все готово для проведения круглого стола. Участие в нем принимают не только наринмарские школьники по ту сторону монитора, будущие медики из Северодвинска, Мирного, Кааряжма, Архангельска. Все они приготовили вопросы, ответы на которые надеются получить из первых уст от представителей университета. Во-первых, какие там предметы будут, как они будут проходить. У меня есть вопросы, например, по поводу как проводится обучение. Будет ли практика, например, на каких-то препаратах натуральных. А то просто сейчас очень распространено, что все искусственное. Вот мне интересно в этом плане, как это будет проходить. Да, такие встречи нужны, чтобы дети из других городов узнавали больше об институтах. Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов рассказал школьникам об особенностях целевого поступления в медицинский университет. Представитель Министерства образования Ирина Попова отметила значимость профильных классов, и медицинских в частности. Медицинские классы – это классы с богатой историей. И когда мы анализируем итоги учебного года, мы всегда видим, что у нас школы, где есть такие классы, показывают хорошие результаты, воздают результаты, воздают результаты единого государственного экзамена, по результатам участия в олимпиадах школьников. Такие конференции в медицинском классе теперь станут регулярными. Специально для этих целей в школе было установлено оборудование. В настоящее время такие круглые столы очень полезны для учащихся, потому что они заведомо узнают ту информацию, которую не могут узнать на Ренмаре, так как мы достаточно далеко находимся от этого университета, и не каждый из детей может посетить этот вуз и пройти по всем факультетам, которые там присутствуют, и познакомиться воочию с деканами факультета, с ректором факультета, даже с министром здравоохранения Архангельской области. Кроме того, для учащихся медицинского класса организуются университетские субботы. Во время них ребята имеют возможность пообщаться с преподавателями университета, послушать лекции. Например, в эту субботу для них провели лекцию по медицине.